В плотном графике съемок супруги Макарские нашли время, чтобы пообщаться с журналистами и рассказать об особенностях проекта «Святыни России». В эфир уже вышло 8 выпусков. Всего создатели программы расскажут зрителям о 14 регионах нашей страны. Это уникальный проект, для нас особенный, потому что мы здесь, как Вика говорит, получаем второе высшее образование. Мы ездим по великим святыням нашей страны и узнаем о них как можно больше. Мы пытаемся, насколько это возможно, рассказать нашим зрителям. Авторы передачи рассказывают о России в формате непринужденной беседы. У зрителей создается впечатление, что он путешествует по стране вместе с ведущими. В Сарове съемочная группа работала всего полдня, но этого оказалось достаточно, чтобы оценить уникальность этих мест. В Сарове мы впервые. Это очень ответственно, очень волнительно и очень обидно, что мы здесь всего на один день. Здесь хочется побыть, подышать этим воздухом, никуда не торопясь. Викторию Макарскую Саров интересовал в профессиональном плане. Актриса занимается изучением связи науки и религии и мечтала побывать в нашем городе. Я очень рада, что попала сюда, что абсолютно все, что я изучала о богохранимости нашей стране, о том, что ничего в нашей стране не происходило и не будет происходить без промысла Божия, сегодня я услышала об этом из уст ученых мужей. За столь короткий срок пребывания в нашем городе ведущие проекты побывали в самых разных местах. Всех секретов супруги Макарские не раскрыли, но в передаче они попытаются отразить специфику города. У меня очень трепетно сегодня оказаться здесь, увидеть огромное количество умных, интереснейших, глубоких, потрясающе образованных людей и пообщаться с ними лично. Лично для меня, я считаю, это самый большой подарок в жизни. И огорчиться, опять же таки, повторяю тем, что так мало времени здесь провели. Несколько фотографий на память о пребывании в Сарове и снова работа. В эфир программа о закрытом городе выйдет в начале следующего года. Елена Грискова, Владимир Лесик, служба новостей, Саров, 24.